Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, друзья, которые смотрят наше служение в прямом эфире, я приглашаю вас обратиться вновь к первому соборному посланию святого апостола Иоанна Богослова. Первая глава, первых два стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Дорогие братья и сестры, очень кратко напомню причины, по которой Иоанн, старец, апостол, пастырь, писал это послание Церкви. Прежде всего, чтобы противостоять лжеучениям, которые пытались проникнуть в то время уже в Церковь, чтобы ободрить народ Божий, чтобы благословить Церковь, чтобы укрепить детей Божьих, братья и сестры, Он возвращает их к самому началу. И Он говорит, прежде всего, Иисус Христос, которого мы видели, которого слышали, что рассматривали и осязали руки наши, Он был в самом начале. В Иисусе Христе вечность вторглась во время. В Иисусе Христе Бог воплотился в человека и стал не только Сыном Божьим, но стал Сыном Человеческим. И в самом начале своего послания, братья и сестры, Иоанн настолько вдохновенно, настолько просто, настолько практично, он говорит, что я имею право об этом говорить. У Иоанна были основания говорить и писать так, братья и сестры, потому что он говорит, я слышал Христа, я видел Христа, я рассматривал Его, я сязал Христа своими руками, и все это называет одним словом, словом жизни. Братья и сестры, и во втором стихе, я думаю, это особый, наверное, был, знаете, эмоциональный как бы возглас, торжественное заявление. То есть это не просто были рутинные такие, знаете, такие слова, ну, ничего не говорящие. Я думаю, он восклицает, он восторгается Христом и говорит, ибо жизнь явилась. Братья и сестры, сколько в них радости, сколько силы, сколько вдохновения. Иоанн как бы подводит итог тому, что он видел, слышал, рассматривал и восклицает. Он говорит, жизнь явилась, и мы свидетелю своим, и возвещаем эту непросто жизнь. Он называет жизнь вечная, которая была у Отца и явилась нам. Знаете, читая этот текст, невольно возникает вопрос, Иоанн, а неужели жизни не было раньше? Почему ты так говоришь, жизнь явилась? Неужели до этого жизни не было? Что ты хочешь сказать своим читателям, Иоанн, Нового Завета? Братья и сестры, а какие ассоциации вызывают у нас, когда мы слышим, жизнь явилась? Что мы думаем, когда нам говорят, жизнь явилась? Братья и сестры, я думаю, когда родители держат младенца новорожденного, что они говорят? Это жизнь явилась, новая жизнь, правда. Вы знаете, в пятницу, если не ошибаюсь, был теплый день, и как-то я обратил внимание, проходя возле своего дома, увидел, что сквозь снег, когда солнце уже пригрело, пробивается новая жизнь, зеленые стебелечки. Я поразился, братья и сестры, не было еще весна, но, видимо, есть какие-то, может быть, цветы, есть растения, которым только нужно солнце, нужно немного тепла, нужно немного, чтобы прогрелась земля, и эта жизнь пробивает эту мерзлую землю, этот снег. И, знаете, настолько было прекрасно смотреть. Это новая жизнь. Но прежде всего, братья и сестры, чем рассуждать о жизни, которая явилась, нам нужно ответить на вопрос, а что такое вообще жизнь? Когда люди говорят, думают, рассуждают о жизни, то эта тема всегда вызывает повышенный интерес у людей, правда? Люди ищут ответы на эти вопросы, а что такое жизнь? Потому что жизнь, как дар Божий, всегда ценилась превыше всего у людей. И всякие, кто находится сегодня с нами, братья и сестры, никто от этого не будет отрицать. Отрицает даже сам дьявол, который является врагом жизни человека, который пришел убить и украсть, и погубить жизнь человека. Он Богу говорит в книге Иова, 2 глава, 4 стих. Кожа за кожу, а за жизнь что, братья и сестры? Человек все отдаст. Мы имеем много свидетельств, люди, которые обладали всем огромными возможностями, финансами, но тогда, когда подходила их жизнь к концу, они готовы были отдать все, все свои богатства, чтобы продлить жизнь хотя бы на один день, хотя бы продлить на один час. Братья и сестры, поистине, самая большая загадка на сегодня, как ни странно, братья и сестры, остается вопрос для многих и многих людей, думающих, а что же такое жизнь? На протяжении всей истории человечества, поверьте, наука, религия, философия, медицина, все время пытались найти ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, все старания, которые люди прилагают, порождают еще больше вопросов, потому что ответ, братья и сестры, что такое жизнь, находится в самой жизни, ибо жизнь явилась, братья и сестры. Вот так Иоанн отвечает на этот вопрос в лице, в личности Иисуса Христа, говорит, вот жизнь явилась, которого можно слышать, которого можно видеть, которого можно потрогать, осязать его. Иисус Христос подтверждает слова апостола Иоанна и говорит, я есть путь истина и жизнь. И люди, наверное, слышат этот вопрос, ведь когда-то Христос, это провозглашение, это заявление, когда-то тоже задавали вопрос, что имел в виду, и Христос называет себя, я есть жизнь, ведь перед нами обыкновенный человек. На что он претендует? Потому что они перед собой видели человека, который был похож на них, имеющий такое же тело. Прежде всего, братья и сестры, первое, о чем бы мне хотелось сегодня, вместе с Иоанном, вместе с другими апостолами, подтвердить статус источника и жизнедавца жизни в том, что Иисус Христос является Творцом всякого жизни, всякой жизни, всякого дыхания. Потому что Библия говорит, что жизнь во Вселенной началась не с большого взрыва, не с эволюции, не с какого-то хаоса, братья и сестры, а жизнь во Вселенной началась потому, что был Иисус Христос. И евангелист Иоанн в Евангелии своем, в первой главе, пишет такие слова, в третьем стихе, «Все через Него начало быть, и ничто без Него, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И четвертый стих первой главы говорится так, «В нем была что? Жизнь. В Иисусе Христе была жизнь». Вот так он провозглашает, это очень сильные слова. И апостол Павел подтверждает и говорит в послании Колосина, первая глава, 16 стих, «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Братья и сестры, вот что такое жизнь. Жизнь в Господе Иисусе Христе и в Его творении. И поэтому, когда Иисус Христос, когда Он говорил, «Я есть жизнь», мы должны понимать, братья и сестры, что Он является Творцом, источником всего живого, что видим во Вселенной. Когда мы смотрим, братья и сестры, на этот видимый мир, когда мы смотрим на прекрасное небо звездное, когда держим на руках младенца, когда смотрим на прекрасные цветы, братья и сестры, мы должны помнить, жизнь явилась. И причиной, источником был тот, о котором Иоанн сказал. Мы видели, мы слышали, мы рассматривали, мы осязали руками. Жизнь явилась. Вторая мысль, которую я хотел бы сегодня сказать о жизни, это жизнь Сына Человеческого. Братья и сестры, Сын Божий пришел на ту землю и стал Сыном Человечества. Христианство целиком вписывается в одно слово – Христос. Вы согласны? В одно слово – Христос. В этом Его сила, в этом Его уникальность, в этом Его простота и доступность для каждого человека. И Библия говорит, что Иисус Христос – Сын Божий, через которого произошло все видимое и невидимое, весь мир, вся вселенная пришел на эту землю и стал Сыном Человеческим. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Братья и сестры, смотрите, Иоанн, который так близко знал Христа, видел Его, слышал Его, прикасался к Нему, понимал, что это непростой человек. Это самая жизнь явилась. И ученики, которые были с Ним, они видели настолько необычное проявление этой жизни. Братья и сестры, вот почему, я думаю, в третьей главе Евангелия от Иоанна, когда идет описание, помните, пришел к нему ночью Никодим, сердце которого было неспокойно, сердце которого не удовлетворялось просто знанием или исполнением закона Моисеева, или просто, может быть, тем авторитетом, который он умел, братья и сестры, он искал большего, он искал Царствие Божие, он искал самой жизни, поэтому он пришел к ночи и начал Иисусом Христом этот диалог. Вот почему Закхея, которым сегодня пела Оля, братья и сестры, который достиг, казалось бы, таким путем, то, что стремятся многие люди, имел неплохую финансовую базу, хотя нечестным путем, был начальник мытарьем, братья и сестры, он не постыдился залезть на дерево, потому что он хотел видеть Иисуса. И он не постыдился, что будут смеяться, братья и сестры, почему? Да потому что он искал этой жизни, он понимал, что есть что-то другое. Братья и сестры, я думаю, вот почему, когда пришли, помните, на праздник, пришли елены, они искали кого? Они искали видеть Иисуса, и они обращаются к Филиппу, и говорят, что мы хотим, нам хочется видеть Иисуса. Это были греки, люди, которые не удовлетворялись с тем поклонением, которое было у них на родине. Но обратите внимание, они пришли на праздник, в Иерусалиме, в храм, но и там они не были удовлетворены. Просто увидеть величественный, прекрасный храм, побыть на этом богослужении, торжественном, братья и сестры, что-то большего человеку надо, правда? Ему не удовлетворяет религиозность, поверхностность. Он хочет иметь жизни, братья и сестры, и они обрели эту жизнь. И когда мы читаем Иисус, Он как бы возрадовался, и Он говорил, истина, истина. Он говорил о пшеничном зерне, который должен умереть. Он провозгласил эти драгоценные слова, Он понимал, что людям нужна жизнь. Братья и сестры, когда Христос жил на этой земле, Он видел, как грех, исковеркал сердце человека, как исказил образ Божий в людях, и Он пришел, чтобы изменить людей. Братья и сестры, Он не пришел изменить экономику, политику, границы. Он говорит, 10 глава Иоанна, 10 стих, «Я пришел для того, чтобы вы имели что?» Что вы имели жизнь. Не просто жизнь, братья и сестры, но, говорит, жизнь с избытком. Как известно, в то время, когда Иисус Христос жил, что было в Палестине? Палестина находилась, по сути дела, в оккупированной территории, Римом. Высокие налоги, безработица, отсутствие еды, многие-многие проблемы. Учитель, о чем ты говоришь? Ты пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком? О каком избытке? Ты говоришь, когда мы думаем, как бы расплатиться с налогами, как бы, может быть, убежать от этих людей, подобных к Захей, которых обкрадал свой народ, а ты говоришь о жизни какой-то с избытком. Братья и сестры, Христос говорил о совершенно другом уровне жизни. Он говорил о Царстве Божии, в котором есть не пища, не питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. И об этой жизни провозглашает Иоанн сегодня нам. Ибо жизнь явилась. Вы знаете, у замечательного христианского автора Чарльз Колсон есть хорошая книга «Счастливая жизнь». Думаю, многие из нас читали. Вы знаете, в этой книге он описывает интересный сюжет, посвящает тому, когда он в пасхальный день он посетил тюрьму в штате Миссисипи. И перед тем, когда он выступил перед большой аудиторией заключенных людей, ему дали возможность посетить людей, которые находились в камерах смертников, люди, которые были ограничены. Он говорит, что эти люди, знаете, это особая группа людей, которые находились в изоляции, которые считали дни, когда на их прошение помилование не получат отказ и приговор приведут в исполнении. И он говорил, что проходя, он остановился возле камеры одного человека, увидел такую картину. За столом сидит человек чернокожий и углубленно смотрит в Библию, весь стол был завален Библиями и другими книгами. И когда он увидел его, он подошел, поприветствовал его, такой, знаете, очень широкой улыбкой, представился, назвал себя Сэмом. И когда он узнал, кто перед ним, он говорит, я перечитал все ваши книги, я вдохновлен вашим служением. У них была прекрасная беседа. И он так увлекся, говорит, он настолько изучает Писание. И в этой комнатке, в камере, размером три на два метра, когда ему предоставляют возможность за весь день выйти на один час, подышать свежим воздухом и принять душ. Человек занимается Писанием. И он так увлекся, говорит, вы знаете, когда я выйду из этой комнаты, а потом остановился, как бы остекся, и говорит, ну да, наверное, никогда не выйду. Но интересно, когда они имели беседу, он заметил, что у него в камере нету телевизора. Он говорит, если вы хотите, я бы ходатайствую перед администрацией, чтобы вы имели в вашей камере телевизор. Интересно, что он ответил, этот человек, приговоренный к смертной казни. Нет, спасибо, ответил. Я вам очень благодарен. Но на подобные штучки можно впустую потратить уйму времени, которого у меня нету. Братья и сестры, камера превратилась в царствие Божие. Не пища и питье, не свобода, братья и сестры, не удовольствие, но праведность, которую человек обрел, знаете почему? Потому что жизнь явилась, и эту жизнь он воспринял, принял верою в свое сердце. Удивительные вещи, братья и сестры, сегодня-то происходит в реальной жизни. Для Слова Божьего нет уз, нет ничего. И Чао Коусонг пишет, что Бог явил милость к этому человеку. Его не казнили. И всю оставшуюся жизнь, которую ему подарили, он посвятил свидетельству людям и умер в мире с Господом в 2000 году. Братья и сестры, жизнь явилась, но с самым сильным свидетельством проявления для людей, живущих на этой земле, жизни, братья и сестры. Это было воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Потому что это фундаментальная истина, на которой мы стоим, на которой мы проповедуем, ибо без воскресения нет надежды на спасение, нет будущего. Без воскресения жизнь лишена всякого смысла. И когда апостол Петр, помните, проповедовал в день Сошествия Святого Духа, он произнес очень сильную фразу «Деяние апостола», 2 глава, 24 стих. «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Почему? Потому что ей невозможно было удержать его. Братья и сестры, очень сильные слова, потрясающие. Можно ли смерти удержать жизнь? Нет, подобно тому, как снег не может удержать, пробивается, асфальт не может держать, бетон иногда смотришь, пробивается, маленькая зеленая стебель пробивает себе дорогу к солнцу, к жизни, братья и сестры. Вот так вот Петр говорит, что Бог воскресил, потому что смерти невозможно было удержать ее. Есть несколько уровней жизни, о которых говорит Писание. Я хотел бы очень кратко сегодня остановиться только на двух из них, братья и сестры. Первый взгляд на жизнь, это жизнь, основанная на естественном желании людей, как можно лучше устроиться в этой жизни. Знакома, правда, всем нам. Естественно, к этому все люди стремятся. Получить хорошее образование, хорошую работу, хороший дом, хорошая машина и многие-многие вещи, братья и сестры, и большинство, подавляющее большинство людей стремятся к такому уровню жизни. Люди завидуют друг другу, у кого лучше получается, люди делают все возможное для того, чтобы как можно прочно основаться в этой жизни, иметь материальное благополучие. И многие вещи, они неплохие, братья и сестры, Библия не осуждает нас, но при этом существует большое «если», если это не становится целью и смыслом нашей жизни на этой земле, братья и сестры. Потому что Иисус Христос говорил такие слова, что пользы человеку, если он приобретет сколько? Весь мир, но при этом он повредит своей душе, что пользы, братья и сестры? Но есть другой уровень жизни, есть другая жизнь, братья и сестры. Это жизнь, которую апостол Иоанн написал тогда и сегодня это послание, оно хочет, чтобы оно звучало в наших сердцах к нам верующим. Он не говорил это, знаете, так уныло, не говорил это так, знаете, как-то так, вот между прочим. Я думаю, он с торжеством провозглашал людям в церкви, потому что пришли уже учители, которые приносили другое. Люди уставали, люди, знаете, привыкались. И он восклицает церковь, братья и сестры, жизнь явилась, и мы видели, и не только видели, свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. У Него было основание, моральное право говорить эти слова, братья и сестры. Это особая жизнь. Жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Перед своими, братья и сестры, страданиями Иисус Христос говорил такие слова, ибо Я живу, и вы будете что? Жить, и вы будете жить. Иоанн при жизни он видел Иисуса Христа говорящим, проповедующим, исцеляющим. Иоанн при своей жизни видел Иисуса Христа на Голговском кресте. Иоанн видел Иисуса Христа воскресшим. Иоанн видел Иисуса Христа вознесшимся на небо. Иоанн видел Иисуса Христа прославленным на острове Патмос. Поэтому у нас есть основания доверять эти словам, которым он говорит, ибо жизнь явилась. Иисус Христос говорит к тем людям, которые задают сегодня вопрос, а как же смерть, кто перед ней устоит? Вы сегодня проповедуете какой-то жизни, но сегодня реальность смерти постигает многих-многих людей, и никто еще не смог застраховаться. Братья и сестры, Иисус Христос отвечает на этот вопрос так. Я есть в воскресенье, и кто? И жизнь, верующий в меня, если умрет, что произойдет с ним? Он оживет, братья и сестры, потому что смерти невозможно удержать того человека, который получил здесь на земле вечную жизнь от самого Господа. Позвольте задать сегодня всем, кто слышит, видит, кто находится с нами в Доме молитвы, имеете ли вы эту жизнь? Я понимаю, что есть вопрос, а как получить вот эту жизнь, жизнь вечную на этой земле? Евангелист Иоанн тоже об этом дает ответ. Когда мы будем рассуждать в 5 главе, придем в свое время рассуждать, мы встретимся там с потрясающими стихами. 11-12 стих 5 главы этого послания. Он говорит так, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Какие простые, потрясающие слова. Братья и сестры, жизнь вечную Бог дает тем, которые верою принимает Сына Божия в свое сердце. Иисус Христос – это живая личность. Его можно принять верою в свое сердце, в свою жизнь, и обрести эту вечную жизнь. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Вот почему я говорю, что христианство в одном слове заключается – Христос. оно доступно, оно понятно, оно принимаемое каждым человеком, где бы ни находился, в какой обстановке, в церкви ли, дома ли, слушая проповедь, читая это Писание. У Чак Колсона еще есть одна из прекрасных книг, которая называется «Тело Христово». Наверное, многие тоже читали. Эта книга заканчивается следующей историей. Она рассказывает об одном человеке, молодом человеке по имени Расти Вумер. Молодой человек, который сделал много своей жизни, зла, греха. И за все его преступления суд осудил его, вынес ему приговор, смертная казнь. И когда Чак Колсон посещал тюрьме, он познакомился с этим человеком, он обнаружил его в камере грязной, в депрессии, злой, который ненавидел весь мир, всех людей. И он подошел к нему и говорил, сынок, у тебя есть возможность. Обратись к Иисусу Христу и прими Его, как спасителем Господа в свою жизнь. Это для тебя последний единственный шанс. Этот молодой человек, который слышал когда-то в детстве об Иисусе Христе, воспользовался предложением. И он принял Господа как жизнь. И когда он пришел на следующий день, он увидел преображенную камеру, которая была чистая, радостное лицо, радостные глаза. И он говорит, пастор, я всю ночь чистил свою камеру, чистил свои стены. Я получил прощение у Иисуса. Несколько страниц он посвящает последним часам жизни этого человека на этой земле. Когда он мог привести в порядок все свои отношения с родными, он написал письма людям, которые он прочинил зло и получил от них прощение. Даже произошла встреча в тюрьме. Интересно, он говорит, я видел глаза этого человека за несколько часов. И он говорит так, я убедился в этом лично, когда посетил Расти за несколько часов до его смерти. Он утверждал, что глаза Расти наполнились радостными слезами, когда он думал о встрече, ожидающей его за порогом смерти. Расти делился своим предчувствием так. Я думаю о его сиянии, о его силе, о его любви. Тебе совсем не страшно того, что кто-то тебя так любит, что готов тебе все простить. Мы даже не представляем себе, какой будет эта встреча с Иисусом. Братья и сестры, это свидетельство человека, которого нет уже на этой земле с нами. Но человек, который обрел жизнь. И я хочу сегодня вновь спросить всем верующих людей, которые находятся в этом зале. Дорогие друзья, имеем ли мы эту жизнь, которая была у Отца и которая явилась нам? Не обманитесь. Религиозность не поможет в день Перехода. Двери Царствия Божия не откроются, потому что имеющий Сына Божия будет иметь жизнь вечную. Я хотел бы обратиться ко всем, кто сегодня слышит и видит нас. Если вы не находитесь в церкви, но ваше сердце касается Иисус, примите жизнь там, где вы находитесь. Склонитесь, когда церковь будет сейчас молиться. Примите Господа в свое сердце. И тогда то, что проповедовал Иоанн, станет благословением в нашей жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещая вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. Да благословит и поможет нам Господь. Аминь. Давайте помолимся и прославим Его в наших молитвах.